Дорогие друзья, утро доброе. На календаре у нас сегодня 16 ноября, год по-прежнему 2023. И Портал Приан начинает очередной вебинар по актуальным вопросам зарубежной недвижимости. Тема у нас сегодня горяченная, не просто горячая. Мы будем говорить о недвижимости Турции. И будем говорить о Турции с руководителем отдела продаж компании Profit Real Estate Юлия Байдан. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рада вас видеть. Очень, да, тоже рад вас видеть. Ну, по сути, Турция, сколько уж, последние мне на несколько лет такой фаворит уж и информационный тоже, отчасти потому, что рынок был весьма востребован. Да, по большому счету, ничего глобального-то не изменилось. Рынок востребован. Другой вопрос, что на самом рынке происходит очень много разных событий, которые требуют комментария, требуют анализа, требуют вообще понимания того, что происходит. Поэтому чат у нас работает. Юлия, вопросы задавайте. Контакты Юлии, которые можно будет задать уже после, контакты Юлии для вопросов, которые можно будет задать уже после вебинара лично, мы сейчас тоже опубликуем в чате. Юль, ну, давайте в двух словах, пока там, кто же еще, люди присоединяются, зрители. Что сейчас у вас? Нервно, спокойно, понятно, непонятно, суетно, несуетно? Ну, на самом деле, опять-таки, да, все зависит от восприятия. Я работаю на рынке недвижимости уже 15 лет практически, да, поэтому я достаточно в спокойном состоянии нахожусь, чего я не могу сказать о некоторых собственниках, конечно, квартир. Это, в первую очередь, связано с тем, что, конечно, на сегодняшний момент век интернета, век всех этих информационных технологий, огромное количество каких-то постоянно новостей, каких-то пабликов. Мне вот буквально вчера ночью клиент отправляет в Инстаграме какого-то человека, который идет по улице и делает анализ того, что все, конец, собственно говоря, настал уже, просто мы еще не в курсе. Вот, и, конечно, из-за таких, скажем, вливаний, да, которые постоянно в интернете оказываются, люди все это читают, и, ну, к сожалению, мало кто там спокойно может проанализировать то, что происходит. Ни для кого не секрет, ни для кого я не открою Америку, что для любого рынка недвижимости, включая турецкий рынок недвижимости, характерны определенные этапы, определенные стадии. Стадия роста, стагнации, падения, снова роста, то есть все рынки недвижимости эти этапы проходят. Мы недавно, я, по-моему, вам тоже рассказывала, Филипп, когда мы с вами виделись на выставке, заказывали большой аудит, в ходе которого делали анализ основных рынков недвижимости, да, которые нас интересуют. Турция, Арабские Эмираты, Испания, Таиланд, Бали, Северный Кипр, потому что сейчас интересное направление, да, то есть, чтобы понять вообще, как, собственно говоря, что происходит. И совершенно на всех рынках недвижимости, но я не буду брать Бали и Северный Кипр, потому что это очень новые направления сейчас, да, то есть мы о них, я думаю, поговорим чуть попозже, в первую очередь о Северном Кипре. Но если мы возьмем, да, то вот основные Арабские Эмираты, Испанию, Таиланд и Турцию, то абсолютно у всех этих рынков за последние, там, 25 лет наблюдались как спады, так и потом, соответственно, стадии роста. Это совершенно нормально. Да, но, тем не менее, вопрос, конечно, в причинах, да, существенных. Если можно сказать, то, ну, прошлый год, понятно, был аномальным на турецком рынке, с одной стороны, аномальным, с другой стороны, он был аномальным, ну, объективным все-таки для участников в хорошем смысле этого слова. То есть был большой спрос, были цены и, по большому счету, на этом рынке многие заработали, это, ну, объективно. Ну, да, ну, и сейчас, поверьте мне, все зарабатывают, да, то есть если мы, опять-таки, вот приходят люди, да, сейчас очень большое количество людей, клиентов, да, то есть собственников звонит с заявкой продать объект недвижимости. И, соответственно, да, когда мы спрашиваем, по какой цене люди хотят продать и по какой цене они, соответственно, покупали объект недвижимости, я еще ни одного собственника не встретила, который продавал бы себе в минус. Да, то есть у всех прирост от 30%, но это прям, знаете, если суперсрочная продажа и человек вообще продает просто там по цене, да, с супердисконтом, ну, то есть он очень переживает или какие-то там экстренные моменты, да, то есть что тоже может быть. А так вот буквально в понедельник мы очень долго общались с молодым человеком, который пришел к нам в офис, не клиент нашей компании, покупал в другом месте, на первой береговой линии у него квартира в Махмутларе, 2 плюс 1 в старом комплексе, да, ну, там, с бассейном и так далее. Вот он говорит, то есть по какой цене ее можно продать. Мы ему говорим, 150, там плюс-минус рыночная стоимость сейчас. Он говорит, ну, я бы хотел побольше, конечно. Я говорю, а вы почем покупали? Он говорит, за 55. Фу, какое. Понимаете? Жадина. Скажите, ну, а вот реально… Нет, вопрос не в том, что жадина, вопрос в том, что, я уверена, ни один агент по недвижимости в крупных компаниях, которые работают на Средиземноморском побережье, никогда не обещал своему инвестору прирост 300% от стоимости. Ну, давайте так говорить о надежных более-менее компаниях, о разумных, да? Да, да, да. Я вообще думаю, что есть там 5-6 крупнейших компаний, которые работают столько же, сколько и мы, порядка 15 лет. И я совершенно четко знаю, что мы все общаемся, да, то есть у нас единый рынок, у нас нет эксклюзива, у нас нет какой-то вражды между собой, мы все, да, то есть в хороших отношениях. Поэтому я точно знаю, что никто такие приросты инвесторам не обещал. Ну, вот смотрите, на примере этого молодого человека, который к вам пришел, то есть он хотел больше, потому что, ну, возможно, он видел какую-то там рыночную динамику. Ваши ощущения? Были некоторые максимумы, ну, там, двух-трех, может быть, месячной давности, может быть, максимумы начала этого года, когда был определенный рост? Что сейчас происходит с ценами, если мы говорим не о ценах, которые там выставляются, а вот о элементе торга и о каком-то откате, может быть, от максимума? Вот на что сейчас может рассчитывать продавец, если он хочет? Ну, тут смотрите, опять-таки, снова, в чем заключается ситуация? Сейчас, если мы будем брать новый, новые объекты недвижимости, да, которые строят строительные компании, то там вообще никакого ни падения, ничего, да, то есть, ну, ждать нам не приходится. Если мы будем говорить о собственниках, о вторичном рынке, то, как и всегда, да, то есть разброс, ну, очень большой сейчас. Есть те, кто, да, продает дешево, ну, по сравнению с, там, плюс-минус рыночной ценой, но я еще раз подчеркиваю, продавая даже дешево, человек продает, получая прибыль от той цены, которую он купил. Да, но если он только не купил месяц назад, условно говоря, да? Ну, да, грубо говоря, ну, как правило, те, кто купили месяц назад, они все-таки на перепродажи не выходят, то есть, в основном, это люди, которые купили в прошлом году, полтора года назад, там, два года назад, то есть, это вот, как бы, такие, собственно говоря, клиенты. На вторичные объекты недвижимости сейчас в среднем где-то, вот если мы будем с прошлым годом сравнивать, на 20%, 25% цена ниже, да, то есть, ну, опять-таки, я повторяю, что так, как сейчас очень большое количество объектов выставляется на продажу, именно по той причине, да, то есть, по которой я указала в самом начале нашего разговора, да, то есть, что люди просто, ну, как-то вот неожиданно, я даже вот по телефону, когда разговариваю с клиентами, мы хотим продать. Начинаю спрашивать, почему, да, какая причина, ну, по сути, нет причины, да, то есть, ну, вот, как бы, вот, ну, не знаю, ну, когда-то купили, сейчас наигрались, что называется, не очень понятно, может быть, даже во что, да? Да, ну, не то, что наигрались, а просто, ну, как бы, тут людям тоже нужно объяснять, что, когда рынок на этапе стагнации, это вообще не лучшее время, ну, для продажи, собственно говоря, то есть, всегда лучше подождать, когда начнется выход на кривую рост, скажем так. Поэтому, если мы будем, как бы, о вторичном рынке говорить, то сейчас есть хорошие цены, о которых в прошлом году, да, то есть, даже не приходилось, собственно говоря, и думать, да, то есть, сейчас и в центре Алании можно от 85-90 тысяч евро, да, там посмотреть вторичный фонд, но это будет более старый фонд, безусловно. Если мы будем говорить о новых комплексах, которые были сданы в эксплуатацию в этом году, то за 130, 135, 140, 150 и выше, конечно, да, есть те, кто совершенно спокойно говорит, ну, как бы, я подожду, я не тороплюсь, да, то есть, и со своим ценником, там, грубо говоря, 180-190-200 тысяч евро за 1 плюс 1 также присутствуют на рынке. Поэтому, я и говорю, разброс, конечно, очень большой. Смотрите, кто продает более-менее, ну, там, разные люди, да, там, ваши клиенты, вы говорите, от других компаний люди пришли, а кто покупает? Вот те, кто покупают, и зачем они сейчас в первую очередь покупают, по вашему ощущению? Ну, начнем с того, Филипп, что я работаю, в принципе, на русскоговорящий рынок, да, то есть, у меня нет европейского англоговорящего рынка, нет арабского рынка, да, то есть, я с этими рынками не работаю, хотя на сегодняшний момент они также покупают объекты недвижимости на Средиземноморском побережье. То есть, вы помните, да, то есть, из общей статистики, вы наверняка знаете ее даже лучше, чем я, что всегда, да, то есть, регион Алании и Анталии был интересен трем основным направлениям, да, то есть, это Европа, это, соответственно, арабский рынок и плюс, конечно же, да, то есть, наши страны СНГ, которые всегда очень тепло относились к нашему региону турецкому. Вот, то есть, у нас по-прежнему, да, ситуация не поменялась, это граждане России, граждане Украины, граждане Казахстана, с Америки поступают заявки, с Германии в последнее время активно идут, как бы, заявки, и люди приезжают для приобретения недвижимости, потому что все-таки для них наличие вида на жительство не является каким-то таким, знаете, основным критерием, как, впрочем, раньше и для всех остальных наличие вида на жительство не было чем-то принципиально важным. Я всегда говорю и своим клиентам объясняю, и на своем YouTube-канале, в своих информативных, информационных роликах рассказываю о том, что всегда количество людей, которое оформляло вид на жительство, не превышало 10% от общего количества покупателей. Вот как раз об этом тогда и хотелось бы поговорить. Вот мы с вами, опять же, вы уже упомянули нашу встречу на выставке, вы сказали там очень интересную такую вещь, что вообще по большому счету, за исключением, ну, может быть, такой явной активности по понятным геополитическим причинам в прошлом году, история с ВНЖ, то есть вот тем ВНЖ, который, ну, по сути, не дает никаких прав, кроме права постоянного нахождения в Турции, да, потому что права на работу нет, ничего такого нет. Нет. Бит на жительство – это история, которая, а, не была нужна подавляющему большинству покупателей, и в каком-то смысле она и сейчас подавляющему большинству людей не нужна, просто люди об этом не задумываются. Ну, повторите то, что вы мне тогда сказали, да, мне кажется, будет очень интересно. Ну, я не помню, я же очень много всегда говорю, не могу напомнить. По поводу того, нужно человеку ВНЖ или нет, то есть вот… Да, то есть вот опять-таки, то есть я, Филипп, наверное, рассказывала вот эту историю, что очень часто, да, то есть вот у меня менеджеры, которые общаются напрямую с клиентами, да, с заявками, которые сначала поступают, потом человек приезжает, у меня, конечно, их ведут менеджеры, да, то есть у меня нет физической возможности общаться с клиентами, да, то есть очень много, и там заниматься продажами прямыми тем более. Ну, как бы бывает такое, что если я в офисе, то есть менеджер может завести ко мне познакомиться, да, там клиента пообщаться, попить чай, кофе, и вот очень часто, да, то есть я вижу в программе, что пишется, да, там вот такой-то, такой-то клиент, буду показывать объекты недвижимости в открытых районах с возможностью получения вида на жительство, да, то есть обязательно получение вида на жительство. Заходит клиент, я вижу весь такой бизнесмен, грубо говоря, да, там, начинаем общаться, чем занимаетесь, у меня такой бизнес, там, тем занимаюсь, я, естественно, задаю как бы вот прямой вопрос, я говорю, а вы смотрите квартиру для какой цели? Ну, вот чтобы вот там приезжать отдыхать, например, да, там, или сдавать в аренду, я говорю, ну, а почему тогда мы рассматриваем только то, что подходит для вида на жительство? То есть априори вы не планируете жить постоянно в Турции, вот такие глаза, нет, нет, мы не планируем постоянно жить в Турции. Вот, как бы, собственно говоря, у нас и получается, что многие приобретают объекты недвижимости с целью получения вида на жительство и даже оформляют этот вид на жительство для того, чтобы было, просто было. Ну, да. То есть вид на жительство получили, оформили, положили в кошелек и уехали, забыли про вид на жительство. Хорошо, но еще раз я говорю, понятно, что в прошлом году ситуация была несколько иная, сейчас я просто думаю, что вот этот наплыв, так он, собственно, и даже, наверное, уже с января, февраля отчасти, это, может быть, было связано с землетрясениями, но едва ли глобально именно отчасти максимально вот эта активность снизилась. Тем не менее, сейчас про турецкие ВНЖ, турецкие ВНЖ и все, что с ним связано, изменения в законодательстве, это один из моментов, на которые сейчас внимание обратить надо, и это важно в любом случае, потому что правила изменились, давайте несколько слов тогда об этом все-таки поговорим, и я, соответственно, включу презентацию. Да, у нас 16 октября этого года изменились правила в оформлении вида на жительство, был поднят минимальный порог для получения вида на жительство, и минимальный порог у нас сейчас составляет 200 тысяч долларов именно кадастровой стоимости, да, то есть это не экспертная оценка, как было раньше, я напомню, что у нас уже были одни изменения в прошлом году, которые коснулись оформления вида на жительство, да, у нас были закрыты ряд районов для получения вида на жительство, и был поднят порог до 75 тысяч долларов экспертной оценки в крупных городах, и до 50 тысяч долларов экспертной оценки в мелких населенных пунктах. То есть сначала произошли эти изменения, и 16 октября 2023 года, получается, у нас подняли вот этот вот минимальный порог до 200 тысяч долларов, причем это не только, да, там экспертная оценка, как было раньше, потому что экспертная оценка, в принципе, везде высокая уже на сегодняшний момент, это именно кадастровая стоимость, то есть та стоимость, которая непосредственно должна быть прописана в ТАПУ. ТАПУ – это свидетельство права собственности. Конечно, честно скажу, для нас эти изменения оказались неожиданными, потому что, да, мы знали, что будет подниматься гражданство, которое как бы до сих пор еще не поднялось, но тем не менее, да, то есть мы ожидаем, что с 1 января, скорее всего, ну или там какой-то вот в этот промежуток времени, ценз для получения гражданства, турецкого гражданства по инвестированию в недвижимость будет поднят. К этому мы были готовы, но к тому, что, собственно говоря, да, неожиданно подняли вид на жительство, то есть это все произошло очень быстро, и, естественно, то есть ни строительные компании, ни агентства по недвижимости, то есть этого не ожидали. Почему это было сделано? Опять-таки, да, понятно, да, то есть есть определенная квота иностранцев, которые может допустить, да, определенный регион, более того, есть определенная геополитическая ситуация, да, собственно говоря, которая сейчас наблюдается. И, конечно, турецкое законодательство и Турция опасаются большого количества мигрантов, да, которые могут с восточной стороны появиться, да, собственно говоря, и сейчас политика направлена именно на то, чтобы количество мигрантов уменьшить, да, то есть вот они открыто говорят, то есть мы хотим, чтобы вид на жительство получали люди, у которых есть достаток, да, то есть которые не будут нуждаться в работе, которые не будут нелегально работать, опять-таки, да, то есть все это сделано для того, чтобы увеличить, собственно говоря, количество туристов, которые обладают, да, денежными средствами. Вот мне приходит вопрос, почему-то не в чат, он пришел прям на телефон, видать, кто-то может из знакомых смотрит, все-таки уточнить разницу между экспертной оценкой и кадастровой, может быть, это... Конечно, конечно, я у вас, кстати, не зависла, у себя я зависла? Нет, нет, я думаю, что скоро вас, все видно прекрасно, думаю, что просто... Скоро я развисну. Ладно, хорошо, смотрите, в Турции, как правило, да, выделяют три стоимости. Это рыночная стоимость, та стоимость, которую вы видите на сайтах агентства недвижимости, та стоимость, которая на приане, да, фигурирует. Есть экспертная оценка, это та оценка, которая прописывается в экспертных отчетах, которые обязательно делаются для подачи документов на оформление, на получение, собственно говоря, ТАПУ. И есть кадастровая стоимость, это та стоимость, которая прописывается непосредственно в ТАПУ, в свидетельстве права собственности, и от которой и оплачиваются налоги на оформление недвижимости. Мне поступало много вопросов на моем YouTube-канале, изменились ли как-то налоги после введения новоизменений в получении вида на жительство. Налоги никак не поменялись. По-прежнему на сегодняшний момент все покупатели оплачивают 4% единоразовый налог на приобретение недвижимости, который оплачивается один раз покупателям при приобретении недвижимости, то есть в момент оформления ТАПУ. Хорошо, вот такой еще тогда уточняющий вопрос. Кстати, господа, кому-то не в чате, задавайте, пожалуйста, в чате, это тоже вполне возможно. Вот с появлением вот этого закона, если мы говорим не о финансовой стороне, а именно о технической стороне оформления ВНЖ. Вот это оформление, оно сейчас стало проще, сложнее или вообще ничего не изменилось? Потому что, когда появилась такая рамка, собственно, желающих же явно стало меньше. Ну, конечно, сейчас оформление вида на жительство будет происходить быстрее, потому что, например, в прошлом году, когда был огромный поток желающих оформить вид на жительство, очень часто рандеву, да, то есть как происходит оформление вида на жительство. Вы приходите в миграционную службу, заполняете определенные анкеты, предоставляете документы, которые нужны, и после этого вам система выдает рандеву, да, то есть когда же вам, собственно говоря, нужно прийти на собеседование с инспектором миграционной службы. Так вот, если в прошлом году, да, там рандеву могли дать и через 2, и через 3 месяца, да, то есть огромное количество времени нужно было ждать, потому что все-все-все окошки были заняты, то на сегодняшний момент, вот недавно у нас клиенты подавали, буквально там через неделю, на следующей неделе им уже была выдана дата рандеву, и совершенно беспрепятственно, да, там люди пошли, быстренько сделали подачу, и я думаю, что в течение там 2-3 недель максимум они получат, собственно говоря, уже свои карточки с видом на жительство. Кстати, возвращаясь по виду на жительство, очень важный момент, о котором мы забыли сказать, что эти нововведения, они действуют только для тех, кто приобретает объекты недвижимости, будет приобретать объекты недвижимости после 16 октября 2023 года. То есть, если вы оформили ТАПУ до 16 октября 2023 года, правило 200 тысяч долларов кадастровой стоимости для вас не действует. То есть, грубо говоря, вы будете оформлять ваш вид на жительство, если в этом у вас будет необходимость, в любое время вы его можете оформить уже на основе старых правил. То есть, что это за правило? Если у вас ТАПУ оформлено в промежуток времени с апреля 2022 по 16 октября 2023 года, то вам необходимо, чтобы ваш объект недвижимости находился в открытом районе и имел экспертную оценку, то, что пишет эксперт, да, не то, что в ТАПУ, 75 тысяч долларов. Если ваш объект недвижимости был куплен до апреля, до 23 апреля 2022 года, вы совершенно спокойно можете оформить вид на жительство без каких-либо дополнительных документов. Окей. Скажите тогда такой момент. Ну, с одной стороны, то, что вы сказали несколько минут назад, что все-таки подавляющему большинству покупателей в ВНЖ вроде как на самом-то деле уж совсем вникать, может быть, и не особо нужен. Соответственно, вот это изменение в законодательстве, как оно повлияет или, может быть, уже повлияло на рынок в моменте, все-таки уже прошел месяц, да, кстати, ровный месяц сегодня, что вот стали ли более востребованы какие-то объекты, не получилось ли так, что объекты, которые по кадастру стоили условно 190, их стали поднимать до 201, чтобы получить вот эту заветную историю или нет? Ну, нет, на самом деле, пока что именно на рынке недвижимости застройщиков, да, если мы будем брать, никто не кинулся, да, там, менять прайс-листы, чтобы добавить налоги, чтобы там, как бы, была возможность получения вида на жительство, то есть застройщики очень спокойно отреагировали, они сказали, как бы, ну, как бы, у нас вот такие вот кадастровые стоимости, то есть большинство строительных компаний, которые строят на нашем побережье, кадастровые стоимости на сегодняшний момент ниже. Ниже. И, естественно, те объекты недвижимости, которые уже строятся, которые сейчас находятся на этапе продаж, то есть никакие изменения не стали делать строительные компании. Конечно, начиная новые объекты недвижимости, все строительные компании будут, да, уже просчитывать те затраты, которые у них будут, исходя из того, если они будут показывать кадастровую стоимость 200 тысяч долларов, чтобы такой момент, как получение вида на жительство, да, то есть было каким-то дополнительным бонусом для клиентов, которые покупают, собственно говоря, объекты недвижимости. Как только закон приняли, так как приняли его, ну, единственный момент, который мне, конечно, не очень нравится, что в Турции часто, да, вот ты, грубо говоря, так было и с 75 тысячами, и так, в принципе, вот сейчас произошло. Вот с сегодняшнего дня мы приняли такой закон. Конечно, по моему мнению, это не совсем правильно, да, то есть гораздо логичнее говорить, что вот такой-то закон мы примем, собственно говоря, там с 1 января 2024 года. Вот, кстати, с новым законом по сдаче в краткосрочную аренду они уже поступили более правильно, да, то есть несмотря на то, что закон был официально опубликован в газете 2 ноября 2023 года, есть пометка, что закон вступает в силу с 1 января 2024 года. То есть как бы вот, по сути, два месяца на то, чтобы к этому закону привыкли, смогли там понять, кто как будет действовать в рамках этого закона. И то есть как бы это вот совершенно правильно и нормально. С 200 тысячами долларов, конечно, было так немножечко, ну, неожиданно, скажем так, да, что уж не хватает. Скажите, пожалуйста. Вот, конечно, я вот, да, слушаю. Не, не, продолжайте, я вас... И я говорю, почему, что какие изменения, да, я хотела довести свою мысль. И, конечно, в связи с этим был ряд клиентов, который сказал, я передумал покупать. Да, то есть как бы вот они ехали целенаправленно, чтобы купить квартиру под вид на жительство. И когда, хоп, вот так вот принимается этот закон, вот у нас было в нашей компании там 3-4 клиента, которые сказали, блин, ну, нет, ребят, я как бы тогда покупать не буду. Несмотря на то, что мы объясняли, что, по сути, смотрите, да, грубо говоря, мы вам будем показывать те квартиры, которые подходят под вид на жительство. Никак на бюджет это не повлияет. Вот вы как планировали, грубо говоря, там, не знаю, за 180 тысяч евро купить квартиру. Мы вам в этом же бюджете и будем показывать квартиру. Потому что я напоминаю, да, грубо говоря, что если вы владеете собственностью более 5 лет на территории Турецкой Республики, то, по сути, вы можете перепродать вашу квартиру, потом и показать, какую вы хотите кадастровую стоимость. Хоть не 200 тысяч долларов, а 450 тысяч долларов, да, то есть если эксперт покажет эту оценку. Ну, как бы люди, так знаете, естественно, когда происходят какие-то изменения, вполне нормально, что люди, да, занимают немножечко выжидательную позицию, чтобы посмотреть, что же будет дальше. По поводу еще, ну, у вас офис в Мерсине же, да? У нас 4 офиса у нашей компании в Анталии и в Алании. Два офиса. Да, в Анталии офис, два офиса в Алании, офис в Мерсине и офис на Северном Кипре. Все правильно. Вот говорят, что вот новые правила предоставления ВНЖ, они действуют по всей стране, и они, в общем, универсальны, но вот в Мерсине или в Мерсине, я что-то по привычке ставлю удаление на последний слог, хотя вы говорите правильнее, да, очевидно, что там-то как раз, как какой-то туристический ВНЖ еще как-то оформляют, какие-то слухи доходят, вот так, не так, что там на полгода всего какие-то случаи были. Здесь, опять-таки, смотрите, я очень много вопросов на своем YouTube-канале получаю по поводу оформления вида на жительство. У меня есть хорошая рубрика «Вопрос-ответ», и очень много клиентов задает мне вопросы. И вот, конечно, все, что касается вида на жительство, это прям вот актуальные вопросы, которых всегда очень много. И я всегда во всех видео стараюсь говорить, что да, мы предоставляем, я стараюсь отвечать согласно тому, как это все происходит в условиях законодательства. Но давайте, пожалуйста, не будем забывать, что есть всегда человеческий фактор, и есть служащий, миграционный, миграционный инспектор. Последнее слово всегда остается за ним. И есть действительно случаи, когда дают туристический вид на жительство. Вот у нас клиенту недавно в Мерсине, он оформил ТАПУ после 16 октября, рискнул, подал на вид на жительство, предоставил экспертную оценку, предоставил все документы, и несмотря на то, что в ТАПУ у него было меньше, чем 200 тысяч долларов, ему дали туристический вид на жительство на 6 месяцев. Другие подают, другим дают отказ. То есть, понимаете, здесь очень сложно прогнозировать и сказать. Нет, есть, конечно, моменты, где-то там гарантированно будет отказ квартира в закрытом районе, ТАПУ оформлено на двоих людей, например. В таких случаях даже подаваться не стоит, потому что понятно, что это будет отказ. Нет смысла. Ну, а так, то есть, можно пробовать, почему нет. Никто не знает, к какому инспектору ты попадешь. Вопрос от нашей зрительницы, он немножечко не совсем в эту тему, он все равно важный. Можно ли проверить ТАПУ собственника самостоятельно при покупке вторичного жилья и лич, если публичный доступ к сайту такого резко? Нет, публичного доступа к сайту нет, естественно, конечно же, потому что это единая кадастровая система, и просто так никакому человеку доступ в единую кадастровую систему Турции не дадут. Да, то есть, конечно, эта ситуация исключена. Мы, лицензированное агентство по недвижимости, да, то есть можем проверять, собственно говоря, есть ли какие-то задолженности обременения на ТАПУ. Плюс, если вы хотите, например, проверить, да, то есть независимо еще от агентства по недвижимости, да, не доверяете агентству по недвижимости, такую услугу предоставляют адвокаты, обращаетесь к адвокату соответственно, у адвокатов тоже есть доступ, они просят за это от полутора, там, до двух-двух с половиной тысяч евро, предоставляете им данные, они делают проверку и предоставляют вам, собственно говоря, выписку из кадастровой палаты, что на объекте недвижимости нет обременения задолженности, или наоборот, что есть. Следующий, ну, такой, наверное, блок вопросов, опять же, в продолжении истории, связанной с вами. Я прям одну секундочку, Филипп, я быстренько отключусь и переключусь. Вот, я думаю, что сейчас секундочку. Видно, да, видно? Ну, и вас видим прекрасно, видим вас прекрасно. Ага, конечно, так же. Блок вопросов, по сути, я их могу там все объединить в один, но потом, если что, какие-то уточняющие задания, если у кого-то они будут тоже. По поводу то, что было связано с ВНЖ последний год в Турции, это вот закрытые районы как раз. Мы с вами говорили примерно год назад, когда всю эту историю только вводили, эти закрытые районы появлялись, что в связи с этим, ну, и в связи с большим спросом именно на турецкие ВНЖ была разница ценовая на объекты примерно одного уровня в условном мутларе и в условной оба, в том числе и по этой причине, что как бы здесь можно, здесь нельзя. Несколько слов, вот как сейчас цены и закрытые районы соотносятся и вообще по закрытым районам. Ведь не было, по-моему, примеров, когда их обратно возвращали из закрытых в открытые. Нет, из закрытых в открытые пока еще никуда никого не возвращали и вообще неизвестно, будут ли возвращать. На самом деле это вопрос такой достаточно открытый. Сейчас, на самом деле, да, то есть мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. На вторичные объекты недвижимости огромный просто разброс цен. Поэтому если вот сейчас вы мне зададите этот вопрос, есть ли разница, как бы я отвечу, что нет. Есть классные предложения по классным, хорошим ценам, действительно там выгодным и интересным в любом районе, независимо от того, открытый это район или закрытый. То есть срочные продажи в хороших комплексах есть везде. Тогда вообще вопрос, ну, следя в том числе, например, немного и за российским рынком, ну, в связи с теми, с той экономической ситуацией, которая сейчас, например, в России происходит, очень большая разница между жильем, между новостройками и вторичкой. Это связано, в основном, с ипотекой, если мы говорим о ценах. Сейчас в Турции новостройки и вторичка. Вы сказали, что на новостройке застройщики пока, в общем, держатся, что называется, цены не снижают и вроде даже не собираются. На вторичке, вы говорите, уже пошло какое-то снижение. Можно ли сказать, что сейчас вторичка с точки зрения, ну, если не брать эту историю там с рассрочками, со всем, она может быть при прочих равных сильно выгоднее? Ну, может быть, чуть-чуть выгоднее, да, безусловно, потому что я еще раз подчеркиваю, особенно, если вы обращаетесь в крупное агентство по недвижимости, у которого большая база своих инвесторов, да, к которым приходит большое количество квартир извне на перепродажу, соответственно, есть очень хорошие предложения по очень хорошим ценам, действительно. То есть, ну, тут как бы правильно нужно выбирать компанию. Я не знаю, в маленьких компаниях есть ли такой выбор и есть ли такой выход на именно, да, там, горячие срочные продажи. Вот, поэтому здесь, опять-таки, все зависит от того, какие цели вы преследуете и, как вы правильно сказали, да, там, нужна ли вам рассрочка, потому что для некоторых наличие рассрочки является обязательным фактором, да, то есть, которым люди пользуются. Ну, и плюс, конечно, есть категория клиентов, которые всегда говорят, что нет, мне только новое, я хочу от застройщика, я не хочу, чтобы кто-то жил в квартире, я хочу гарантию, да, то есть, приобретая новый объект недвижимости в строительной компании, не забывайте, да, что в договорах будут прописаны гарантии, да, то есть, это два года гарантии у нас на все электросети и так далее, пять лет гарантии на грубую постройку. Ну, и вообще, то есть, когда ты работаешь застройщиком, это немножко по-другому, да, то есть, все равно ты по каким-то недочетам, по каким-то моментам, ты всегда знаешь, к кому обратиться, кто тебе сдавал квартиру. Когда это вторичный объект недвижимости, тут как бы, да, ну, необходимо понимать, что ты с какими-то моментами в любом случае остаешься один на один. Ну, а по цене, как я и сказала, есть очень хорошие, очень интересные предложения. Окей. Ну, давайте перейдем ко второму, тоже будоражащему, как тех, кто хочет покупать, так, может быть, чуть большей степени тех, кто уже купил, да, и является владельцем турецкой недвижимости. Ко второму вопросу, это вопрос, связанный вот с законом о краткосрочной аренде. Ключевой вопрос, что известно, что нет. Давайте я тоже включу, соответственно, слайд, а вы уже расскажете, думаю, чуть более подробно. Коллеги, давайте мы контакты Юлии напрямую опубликуем в чате еще разочек, а дальше будем просто задавать вопросы, задавайте, пожалуйста. Так, нам тогда нужно еще по презентации перейти. Да, вот здесь мы с вами нововведение по аренде. Я напоминаю, что закон, он не вступил в силу, у меня немножко неправильно написано на слайде, да, то есть закон был принят 2 ноября 2023 года. Это закон номер 7464 об использовании жилых помещений с целью туризма. И я еще раз хочу отметить, что данный закон касается только краткосрочной аренды. Краткосрочная аренда, да, то есть это сдача жилья сроком до 6 месяцев. Все, что превышает данный период, то есть если вы сдаете от 6 месяцев и больше одному арендатору, то уже это долгосрочная аренда, то есть вот эти изменения вас не касаются. Во-первых, что, собственно говоря, нужно сделать? Нужно получить соответствующую лицензию о том, что ваш комплекс является туристической резиденцией. Эту лицензию мы будем получать либо в Министерстве культуры и туризма, или в губернаторстве, да, тут как бы тоже пока не совсем понятно. В течение месяца буквально будут определены, да, то есть основные моменты, по которым, собственно говоря, мы и будем двигаться, да, то есть у нас в нашей компании огромное количество квартир на аренду, и, конечно же, мы следим за теми изменениями, которые происходят, и ждем определенные дополнения. То есть закон на сегодняшний момент принят, грубо говоря, да, то есть он опубликован везде, но как ему соответствовать, пока не совсем понятно, да, то есть пока вот непонятно, где эти лицензии получать, сколько эти лицензии будут стоить и так далее. Ну, давайте по порядку. Для получения этой лицензии, да, о которой я и сказала, соответственно, нужно будет получить отчет от пожарной, от пожарной службы и даже ряда других инстанций, и также в первую очередь будет проверяться, насколько ваша квартира укомплектована и подходит для, собственно говоря, сдачи в аренду. Опять-таки это больше касается тех собственников, которые сдавали, ну, как-то тайком, не через лицензированные компании, потому что то, что сдается через лицензированные агентства по недвижимости, у нас и так есть целый список, да, то есть по которому объекты недвижимости должны быть полностью укомплектованы для комфортной сдачи в аренду. Естественно, да, то есть, грубо говоря, вы пытаетесь получить лицензию, если приходят, например, с проверкой, а у вас там, ну, как бы, ни полотенец, ни постельного белья, ничего нет, есть вероятность того, что лицензию могут вам просто не выдать, соответственно. После того, как вы получаете лицензию, о которой я сказала, вам выдается табличка, будет выдаваться табличка, и эту табличку нужно будет непосредственно каким-то образом прикрепить на дверь вашей квартиры, да, чтобы, как бы, все видели, что ваш объект недвижимости сдается в аренду. Прошу, правильно ли я понимаю? Стоимость разрешения, стоимость вот этой лицензии на сегодняшний момент не определена. Не... Прошу, правильно ли я понял? Он говорит, вот, есть жилой комплекс, он говорит, на 100 квартир. У него у комплекса такая табличка есть, и у каждой квартиры в отдельности должно так быть. Юль, я правильно понял? Юль, слушай меня. Табличку, которую... Смотрите, смотрите, тут сейчас мы до этого... Мы сейчас просто говорим о конкретном одном собственнике. Вот, есть вы. Вы хотите сдавать квартиру в аренду, да, в Турции. И мы сейчас говорим, то есть, как действует собственник. Собственник, каждый собственник должен получить лицензию. После того, как собственник получает лицензию, он получает табличку. И вы, как собственник, эту табличку вешаете на свою квартиру. Понятно. По резиденциям сейчас я тоже расскажу, там, немножечко по-другому систему. Я так понял, что есть, как бы, вот, некоторые комплексы... Слушай, вопрос. Ага. Есть, например, комплексы, в которых, в принципе, недвижимость в аренду сдавать нельзя. Ну, то есть, как бы, у них нет этого разрешения. И если в комплексе такого разрешения нет, то и я, как частное лицо, имеющее квартиру в этом комплексе, все равно такого разрешения получить не смогу, лично я. Нет, такого в законе нет. Я сейчас просто расскажу о комплексах, которые, собственно говоря, да, то есть, имеют статус резиденции. О строительных компаниях, которые, например, да, вот сейчас, как бы, уже начинается строительство комплексов, и можно изначально при получении разрешения в муниципалитет, да, там, добавить пункт, что мой комплекс имеет статус, будет иметь статус такой-такой туристической резиденции, и разрешена сдача в краткосрочную аренду. То есть, вот тогда уже, грубо говоря, да, то есть, лицензию все равно получить нужно, но это будет более упрощенно, и не нужно будет выполнять второй основной пункт, а именно получение разрешения от всех соседей на возможность сдачи вашей квартиры в краткосрочную аренду. Потому что второй основной пункт закона, помимо получения лицензии и таблички вот этой великолепной, это получение согласия всех собственников, которые проживают в комплексе. Будут специальные формы, соответственно, да, и заполняются эти формы, и как бы ставится подпись, и, да, то есть, как написано в законе, если хотя бы один из соседей против, и такую форму не предоставляет, то лицензия может быть не выдана. Но здесь мы переходим к основному моменту, да, то есть, просто закон достаточно сложный, он написан, естественно, на турецком языке, причем не на обычном турецком языке, а более таким, да, юридическим языком, достаточно сложно разобраться. Поэтому, конечно, опять-таки, вот я говорю, то, что та информация, которая появляется в интернете в огромном количестве, то есть, я просто сомневаюсь, что те, кто эту информацию распространял, вообще, многие просто хотя бы могли там сесть и этот закон прочитать, да. Вот, как бы в третьем разделе этого законопроекта указано, что, вот если в плане управления, план управления подается строительной компанией непосредственно в муниципалитет при получении разрешения. Если в этом плане управления прописано, что в данном жилом комплексе разрешена краткосрочная аренда или априори, да, это, грубо говоря, резиденция высокого класса, где есть открытый-крытый бассейн, сауна, фитнес, хамам, прачечный ресторан и так далее, тогда разрешение всех собственников не нужно. Да, то есть, поэтому здесь, как бы, грубо говоря, в большинстве комплексов эта ситуация будет достаточно просто улажена с разрешением собственников, и более того, даже в готовых комплексах есть возможность того, что управляющая компания на собрании может принять решение о том, что в комплексе разрешена краткосрочная аренда. Таким образом, да, все вот эти вот формы, да, при воле собираются, и для получения лицензии их предоставлять не нужно. Окей, Юль, следующий вопрос тогда отдельный такой, ну, во-первых, я, по-моему, оговорился, краткосрочная аренда, еще раз, это до 100 дней, долгосрочная, это от 101 дня? От, да, от 6 месяцев. Почему 6 месяцев? 3 месяцев, 3 с небольшим, 100 дней. Нет, 100 дней, смотрите, то есть долгосрочной арендой считается аренда, которая идет от 6 месяцев. Краткосрочная, это, соответственно, единоразово, то есть тоже до 100 дней. Ну, то есть может же человек снять на месяц, на 2, может на 3 снять, то есть в любом случае, если у вас меньше, чем 6 месяцев, то... Меньше, чем 6 месяцев или меньше, чем 101 день? 101 день, это просто 3 с небольшим месяца. Мы просто... Здесь, смотрите, мы просто сейчас... Долгосрочная аренда, это та аренда, которая от 6. Краткосрочная, это все, что, соответственно, сдается сроком до 6 месяцев. То есть если, грубо говоря, вы снимаете квартиру на 3 месяца, все равно это краткосрочная аренда, то есть поэтому там эти 100 дней и указаны. Понятно. А если, скажем, 4 месяца, 120 дней, это что? Это тоже краткосрок или это уже все-таки долгосрок считается? Ну, тут, наверное, надо уточнить, потому что вообще долгосрочная аренда, вот мы даже нотариальные все договора, которые заключаем на долгосрочную аренду, они от 6 месяцев у нас идут. Вот это да, это я тоже слышал, вот тут как раз и есть, вот в этом неопределенности, вот наша зрительница тоже говорит, что вот вроде как от 101 дня. Но, то есть я так понял, что пока у вас, ну, примеров таких быть не могло, потому что речь идет только о, ну, то есть поскольку все-таки 1 января начнется. Угу, угу. Я думаю, что, ладно, давайте сейчас… Да, давайте этот вопрос я либо уточню. Давайте мы обязательно, вот, вроде как 101 там фигурировало в законе, просто я уже не… тоже, Юля, вы сказали, я не только от вас слышал, что вам есть этот момент неприятный, что раньше всегда вот считалось 6 месяцев. Да, долгосрочная аренда однозначно считалась от 6 месяцев, и нотариальные договора от 6 месяцев всегда идут. То есть либо 6 месяцев, либо уже, соответственно, там год и так далее. Обязательно мы уточним, и, ну, во-первых, вы можете напрямую с Юлей связаться по завершении эфира, это раз. А второй момент, мы в материале, который мы будем делать по окончанию, мы, наверное, с правильными формулировками, потому что Галова абсолютно права, в законе цифра 101 фигурировала, а вот цифра с 6 месяцами, она, ну, вот просто до настоящего времени, то есть до этого 24-го, она просто была написана. Юль, вопрос тоже прозвучал, а вот с виллами, если я собственник виллы, ну, понятно, что далеко не все что-то сдают, но вот этот вопрос, как будет решаться, если это дом? То есть я же никаких собственников... Точно так же получаете лицензию, соответственно, укомплектовываете виллу, чтобы она соответствовала всем, собственно говоря, стандартам, получаете это разрешение, получаете табличку. Далее, да, еще один важный момент, он остался, да, то есть про него не забываем, что обязательно регистрация арендаторов в системе КБС. Это вот те изменения, которые у нас, собственно говоря, были ранее приняты, да, то есть когда были первые вот эти вот такие вот небольшие, ну, когда государство, да, то есть сказала, что они будут контролировать аренду, краткосрочную аренду в первую очередь, и вот, может быть, те, кто давно следит за рынком недвижимости, знают, что были приняты изменения по регистрации арендаторов в системе КБС. Но здесь тоже есть определенный момент, что доступ в систему КБС могут получить только юридические лица, да, то есть физлицо, доступ в систему КБС получить не может. Вот поэтому как бы вот таким образом ранее тоже пытались физическим лицам вот эту вот краткосрочную аренду немножечко ограничить, да, то есть она не была запрещена, хотя в тот промежуток времени, я прекрасно помню, весь интернет снова пестрил тем, что запретили краткосрочную аренду, запретили краткосрочную аренду. На самом деле, да, то есть запрещена она не была, просто было введено правило, что все арендаторы, которые приезжают на краткосрочный период времени, то есть должны были регистрироваться в системе КБС. И это регулировалось у нас законом 1774. Вот это правило по-прежнему остается, то есть по-прежнему. Если вы сдаете ваш объект недвижимости в краткосрочную аренду, после получения вот этого разрешения лицензии и так далее, в течение трех дней после заезда, арендаторы должны быть зарегистрированы в систему КБС. Окей. Давайте несколько слов, но вот тут уже точно. Я думаю, что этот закон в большей степени повлияет вообще на рынок недвижимости и вообще на туристическую сферу в Турции. Насколько я понимаю, как бы именно турецкий отельный бизнес был одним из таких инициаторов принятия подобного рода закона. Несколько слов о том, что уже, как уже этот закон повлиял, как он еще может повлиять и вообще о чем мы сейчас будем? Ну тут на самом деле пока что никак не повлиял, да, так как пока ничего, мы пока еще не перешли к исполнению, скажем так, данного закона. Как я и сказала, пока непонятно даже, да, грубо говоря, ни сколько эти разрешения будут выдаваться, ни сколько будет стоить это разрешение, хотя вот нам тоже юристы говорят, что не будет это очень дорого, да, то есть это будет какая-то совершенно посильная для каждого человека сумма, вот, поэтому пока, по сути, мы точно так же сдаем объекты недвижимости в аренду, на аренду поступают запросы, люди бронируют, соответственно, собственники у нас тоже, да, то есть как бы достаточно спокойны все, то есть они просто говорят, вы нам скажите, что, собственно говоря, от нас нужно будет сделать. Мы говорим, мы, конечно, вам скажем, только сами узнаем, что, собственно говоря, нужно будет сделать, потому что пока как бы, ну, непонятно еще, как нам дальше перейти к исполнению этого закона. Ничего плохого абсолютно не произошло, да, то есть то, что государство пытается упорядочить как-то систему краткосрочной аренды, это тоже неплохо на самом деле, потому что, ну, к сожалению, есть случаи, когда действительно в некоторых комплексах, да, то есть люди снимают через Airbnb, да, то есть не через какие-то компании, просто один на один через собственника, ну, и ведут себя действительно очень некрасиво, и я сама лично была свидетелем, как многие собственники действительно жалуются, а если арендаторы, да, как правило, да, то есть из года в год приезжают или через лицензированные агентства, вот у нас, например, если есть квартира 1 плюс 1, мы больше 3-4 человек в эту квартиру не заселим, точно так же, как у нас максимальное количество человек 2 плюс 1, это, грубо говоря, там 5-6, не больше. Я сама была свидетелем, как люди заезжали, что ли там не в десятером в квартиру 2 плюс 1. То есть вы представляете, да, то есть, ну, как это, 10 человек в 2 плюс 1, ну, каково, как бы, соседи. Зато им весело. Да, поэтому здесь, на самом деле, я абсолютно убеждена, что этот закон ни к чему плохому он не приведет, то есть все это будет более строго, все это будет более упорядочено, и, конечно, мы подстроимся, и собственники подстроятся, поэтому здесь, как бы, абсолютно я не думаю, что как-то подойдет. Так, мой вопрос в продолжении, ну, по сути, вы частично на него ответили, но все-таки, вот те собственники, которые сейчас дают через вас, им самим вот сейчас что-то делать нужно, или вы сами будете решать все эти вопросы за них? Во-первых, да, во-первых, я сразу хочу обозначить, что наша компания занимается только сдачей объектов недвижимости, которые были куплены через нашу компанию. То есть мы не берем ни при каких условиях вообще ни за что квартиры, которые были куплены не через нас. Я не буду скрывать, я открыто достаточно всегда об этом говорю, что аренда компании не приносит практически никакой прибыли, то есть мы предоставляем эту услугу как услуга послепродажного сервиса по управлению недвижимости, и мы зарабатываем при продаже квартиры, то есть как бы вот там мы зарабатываем деньги. Сдавая квартиру в аренду, мы чисто оказываем этот сервис для наших клиентов, чтобы они зарабатывали, ну, и там, и все, что закладывается комиссией, там практически все уходит сотрудникам, которые сдают в аренду, которые встречают, размещают, которые оказывают послепродажный сервис, потому что постоянно какие-то моменты возникают у людей, которые проживают в квартирах, и у нас есть ряд сотрудников, которые просто, знаете, курсируют в летний промежуток времени между квартирантами и помогают там решать какие-то моменты. Поэтому, когда мне звонят и говорят, возьмите мою квартиру на аренду, я сразу говорю нет, то есть мы квартиры не берем. Поэтому для наших клиентов, соответственно, как только мы узнаем, как нужно, собственно говоря, двигаться, что нужно делать, во-первых, у нас юристы тоже ждут, когда будут понятны какие-то изменения, наши дальнейшие действия, и нам уже, когда юристы скажут, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это нам нужно сделать от собственников, мы перейдем к следующему этапу, информированию всех наших собственников, которые сдают квартиру в аренду, что от них нужно и в какой срок. Если будет возможность, соответственно, да, то есть по доверенности получения лицензии, это тоже пока непонятно, будет ли такая возможность или не будет, то, конечно же, мы будем делать все за наших клиентов, потому что у нас и так есть все доверенности. Окей, но тем не менее, давайте несколько слов тогда все-таки о том, может быть, этот закон, по вашим словам, не очень сильно повлияет, как-то он может очень повлиять, все в этой жизни взаимосвязано, но тем не менее, ваше ощущение, безусловно, рынок не тот, что был в прошлом году, но он и не тот, что был, условно говоря, там в 20-м или в 19-м, сейчас он очень динамично меняется. Все-таки основные моменты, которые будут влиять на ситуацию, основные, как она вам видится в ближайшие несколько месяцев? И это популярный вопрос, который, кстати, на выставке наверняка вам тоже задавали, да и в чате, продавать, не продавать, покупать, не покупать, что делать-то? Да, что делать-то? Да, совершенно верно. Ну, как бы на сегодняшний момент я не думаю, что в течение ближайших там 2-3 месяцев как-то ситуация на рынке недвижимости колоссальным образом поменяется, потому что сейчас уже середина ноября, грубо говоря, ноябрь закончился, дальше в декабрь никогда не был таким месяцем очень быстрым, да, в который происходит какие-то большое количество продаж, потому что в Европе Рождество, а потом, соответственно, мы уже начинаем готовиться к Новому году, ну, мы-то здесь как бы особо не готовимся, потому что у нас как такового Нового года-то и нет, 1 января единственный выходной, а 2-го все уже в строю на работе с 9 часов утра. Вот, ну, как бы в наших странах все-таки немножко к Новому году относятся по-другому. Вот поэтому, грубо говоря, декабрь, январь, февраль я какого-то сильного изменения не прогнозирую на рынке недвижимости, ну, а начиная с марта-апреля, весна, это всегда сезон и пройдет уже определенное количество времени, которое позволит людям привыкнуть и адаптироваться, да, к той ситуации, которая есть на рынке недвижимости, я думаю, что рынок потихонечку-потихонечку начнет, собственно говоря, ну, оттаивать, да, и снова получать большее количество запросов на приобретение, чем есть сейчас. Сейчас у нас активно очень идет Северный Кипр, то есть это новый развивающийся регион, который привлекает большое количество инвесторов, и даже вот на выставке я могу сказать, что если мы возьмем общее количество людей, которые пришли к нам на стенд, то примерно 70% интересовались именно Северным Кипром. Про Северный Кипр, ну, не признанную, республику, частично признанную республику, частично признанную республику, да, неподалеку от Турции. Чуть позже, буквально пару слов, просто еще такой один момент общий, да, ведь все-таки спрос на недвижимость со стороны граждан Турции, он, в общем, велик, и доля их, при том, что доля иностранцев уменьшается, но, соответственно, доля внутренних сделок увеличивается. Понятно, что, ну, вы компания ориентированная, как вы сами сказали, русскоязычные покупатели, с ними общались меньше, но можно ли сказать, что все равно гражданам Турции вот эти объекты, они и сейчас неинтересны, вот даже с учетом того, что появился и вторичный рынок, вот все вот это условно новое. Ну, смотрите, условно новое, оно тоже ведь делится, потому что есть новое, то, что строится под иностранца, то есть турки не будут жить в квартире один плюс один, ну, то есть это просто вообще не... Я себя так удивляла, честно говоря, до сих пор, какая разница, ну, ей-богу, ну, если маленькая семья, понимаешь, в Турции же есть маленькие семьи, люди. Я же, помните, я рассказывала эту историю, мне кажется, да, про своего супруга, который до нашего замужества жил в квартире два плюс один, один, вот, и когда мы приняли решение о том, что мы будем жениться, значит, он говорит, надо-надо что-то делать, надо-надо расширяться, я говорю, тоже так же, как и вы, у него квартира огромная была, 130 квадратных метров, два плюс один, я говорю, куда расширять? 130. А, 130. Смотрите, вот он жил там один, и когда мы поняли, что у нас свадьба, и, то есть, там еще и появлюсь я, то есть, он говорит, надо расширяться срочно, я говорю, так, ну, подожди, зачем, как бы вроде бы два плюс один, у нас тоже всего два, он говорит, да нет, мы не сможем так жить, это очень тесно, нужно три плюс один, а лучше четыре плюс один, а лучше пять плюс один, ну, то есть, как бы, вот у них, ну, это было достаточно давно, да, это было еще там в далеком 2012 году, но я просто к тому, что есть у них вот такая тенденция, то есть, в один плюс один, ну, как бы, если там это, не знаю, там, один молодой турок, который вот там только там начинает где-то работать, да, там он еще, может быть, будет жить в один плюс один, но если, как бы, это уже более-менее там семья и дети, то вариант один плюс один, не, они вообще не рассматривают, как бы два плюс один в резиденции сейчас еще более-менее, да, то есть, ну, как бы, они поняли, что, в принципе, это не так уж и мало, и можно поместиться худо-бедно в квартиру два плюс один, вот, то раньше это, конечно, вообще было категорически против, поэтому, отвечая на ваш вопрос, если это, соответственно, да, то есть новые современные резиденции, а, к сожалению, на сегодняшний момент, из-за того, что земли осталось очень-очень мало, и она дорогая, застройщикам выгоднее строить один плюс один, поэтому большинство комплексов, которые сейчас появляются на реализацию, вы, если откроете прайс-лист, вы увидите, что там, собственно говоря, все квартиры один плюс один, и лишь на верхнем этаже у нас будут квартиры два плюс один, там дуплексы, как правило, два плюс один, три плюс один, поэтому, конечно, если мы будем брать то новое жилье, с которым мы сейчас работаем, то турецким гражданам оно не подходит, для них, да, то есть есть отдельные строительные компании, которые работают на турецкий рынок, там нет сильной привязки к инфраструктуре, там нет сильной привязки к приближенности к морю, там совсем другие районы, вот Хасбахче, например, район, который очень нравится туркам и считается очень престижным и элитным районом в Алании, но иностранцев наших русскоговорящих туда вы вообще никогда не затянете, да, то есть потому что это на горе, да, то есть как бы и не каждый там хочет покупать машину, какой-то транспорт, да, то есть нам нужно, чтобы мы вышли, тут был рынок, тут была остановка, тут была аптека, тут был ресторан, а тут был еще один рынок желательно сразу, да, в другой день, поэтому как бы здесь вот такая тенденция, турки и раньше покупали другие объекты недвижимости, и турецкий рынок недвижимости не стоит, да, то есть как бы он, сделки проводятся и так далее, но то, что касается иностранцев, вот такая вот тенденция сейчас. Окей, ну и давайте тогда буквально несколько слов, то, о чем вы начали говорить, я опять немножко свернул в Турцию, несколько слов о Северном Кипре, меня действительно несколько удивило, то есть да, безусловно, я на выставке видел много компаний, и, собственно, и турецких, и тех, кто занимается непосредственно Северным Кипром, которые были весьма и весьма активны, другой вопрос, что, как и почему, несколько слов в ваш взгляд, это все-таки, насколько это связано, там, условное, локальное снижение интереса к Турции, просто интереса к Северному Кипру, или в чем-то другом дело? Ну, на самом деле, Турецкая Республика Северный Кипр, она достаточно давно привлекает иностранцев, да, то есть англичане, они очень давно приобретают там объекты недвижимости, уже более 10 лет, европейский рынок, немцы, да, то есть после англичан немцы, они занимают очень большую долю в приобретении недвижимости на Северном Кипре, Скантинава, конечно, Иран активно приобретает недвижимость в этом регионе, ну, и вот это последние два с половиной года, то есть очень активно русскоговорящее население также обратило свои взоры на этот замечательный остров. Конечно, в первую очередь ценовая политика, да, то есть играет свою роль, более удобная система рассрочек, да, то есть до 9 лет даже предоставляют рассрочки на Северном Кипре, есть такие комплексы с очень длинными рассрочками и на 9 лет, и на 5 лет, то есть там, грубо говоря, ежемесячный платеж вообще там от 500 до 1000 евро может варьироваться. Ну и, конечно, возможность получения вида на жительство без каких-либо ограничений, то есть даже если вы покупаете квартиру планировки 1 плюс 1 и оформляете ее на двоих, то есть вы все равно можете получить вид на жительство. Студию нельзя, как бы студия, по студии может только один человек получить вид на жительство, а вот 1 плюс 1, 2 плюс 1 и так далее, там уже, как бы, собственно говоря, все проще с получением вида на жительство. По-прежнему выдают вид на жительство на основе договоров аренды. Ну и, конечно, инвестиционная привлекательность, то есть я сейчас сама многих своих инвесторов, да, то есть перевожу именно на этот регион, потому что, ну, действительно, в ценовом диапазоне 65-70 тысяч фунтов стерлингов можно купить квартиру планировки 1 плюс 1 в комплексе на первой береговой линии. Да, пускай это будет первая береговая линия Газиверена, то есть это район, который на сегодняшний момент не очень развит с точки зрения инфраструктуры, но я всегда привожу пример о том, как я 15 лет назад продавала квартиры в Анталии в Коне-Алты. Я продавала квартиры, смотрела, да, то есть этот район только начинался застраиваться, там не было освещения в зимний промежуток времени практически вообще. Я вот такая вот показывала квартиры, ходила, думаю, боже, как же люди, бедные люди, я все время еще переживаю за клиентов, я думала, боже, боже, зачем же они тут покупают эти квартиры за 45 тысяч евро, да тут же вообще нет света, и как же вот надо было везти их в Аланию, например, да, то есть как бы. Посмотрите, что стало с районом Коне-Алты сейчас. Какой это просто потрясающий район, в котором нет вообще уже земли, в котором не ведется строительство ни одного комплекса, и в котором вы меньше чем 150-200 тысяч евро вообще не найдете квартиру. Какая набережная, какая инфраструктура. То есть я просто к тому, что все развивается. И сейчас, как бы, естественно, люди, которые нацелены на получение прибыли, они понимают, что в ближайшие пять лет Северный Кипр будет развиваться. Просто потому, что я знаю, какое количество застройщиков из Турции, какие земли купили на Северном Кипре. Они их купили не для того, чтобы смотреть на них, а не будут там строить. Вы сказали инвестиции, то есть речь все-таки идет о покупке и росте цен на протяжении... На протяжении, ну, как обычно, то же самое. Это не аренда, это все-таки именно вот рост цены, как вы на себе видите. Ну, почему? Есть у нас клиент. Вот у нас недавно клиент, снова у нас была сделка именно по Северному Кипру, и он купил два объекта недвижимости. И, соответственно, сказал, один я перепродам, один я буду сдавать в аренду. Просто, конечно, естественно, да, то есть если как бы человек приходит и говорит, я хочу сдавать в аренду, то есть мы немножко просто другие районы советуем тогда. Тот же самый Искелел, Лонгбич, да, то есть они для сдачи в аренду, но на сегодняшний момент из-за шикарного вот этого пляжа, из-за того, что эти районы более развиты с точки зрения инфраструктуры, там ближе к Фомагусти и так далее, они, конечно, чуть более интересны. То есть, опять-таки, всегда важно, чтобы инвестор сказал свою конечную цель, что же он хочет в итоге получить. И именно тогда ему будет предложен объект, который максимально подойдет для реализации его цели. Есть те, кто сейчас рассматривают и для проживания на Северном Кипре, потому что очень хорошее образование, да, то есть как бы у меня очень многие клиенты, например, ну не понравилось им образование в Турции, да, то есть как бы там не очень они довольны. Ну, в Алании, в частности, да, то есть как бы как там детей. То есть в этом плане Северный Кипр, конечно, гораздо более интересный, потому что там больше учебных заведений мирового уровня, да, то есть которые котируются полностью везде. Кстати, на YouTube-канале скоро выйдет у нас очень большой подкаст про образование именно на Северном Кипре, так что если кому-то интересно, можно подписаться на наш YouTube-канал. С удовольствием, да, и сейчас контакты, когда еще обубликуем, там, по-моему, и ваш YouTube-канал тоже есть, соответственно, можно подписаться, посмотреть. Может быть, да, и посмотреть, потому что это очень интересная информация прямо по университетам, по основным, по всем, что рассказывают. Их там много, да. Их там много, и я долго рассказываю, почти сейчас, потому что их там много. Думаю, и об этом тоже как-нибудь с вами с удовольствием поговорим, да. Юль, при этом есть несколько объектов, просто давайте конкретные примеры посмотрим. Мы просто назвали циклы, вот они у вас есть, да, вот это прогнозы, пожалуйста. Да, это опять-таки просто в качестве примера, вот для тех, кому, собственно говоря, будет интересно, в любое время могут перейти вот на наш сайт profiterialestate.ru, выбрать там в поисковике «Северный Кипр» и, собственно говоря, просмотреть объекты, которые у нас там есть. И сюда выбрали просто буквально несколько объектов, чтобы вы смогли посмотреть, да, то есть насколько масштабные объекты строятся. Вот этот вот объект, например, да, на этапе строительства, он находится в Газиверине, в том самом новом развивающемся районе. 65 тысяч фунтов стерлингов, грубо говоря, у нас начальная цена. Возможно, у нас это не евро надо смотреть. Ну да, у нас это, скорее всего, в пункты. В пункты, то есть чуть дороже, чем. Чуть-чуть дороже, да. Вот, но, кстати, опять-таки, по вашему желанию, если вы не хотите в фунтах, договора вполне спокойно могут быть и в евро, и в долларах заключены, да, то есть как бы переводится вся сумма в ту валюту, которая вам удобна, и вы уже производите оплату согласно договору. Вот это вот «Воскеле» такой тоже красивый проект. То есть проекты, как правило, все масштабные, все с шикарной инфраструктурой. Хорошие площади у квартир, то есть вот 42 квадратных метра, это студия. У нас сейчас в Алании, вы знаете, 45-47 квадратных метров, это 1 плюс 1. А здесь как бы 42 метра, хорошая студия, с большим залом, с большим полком. Надо задать провокационный вопрос, честно говоря, провокационный. Все-таки, а вот смотрите, объекты, которые есть в Турции, вот в Турции, даже улыбаюсь, в Турции, и такого же уровня проекты, вот, ну, там, «Эскелефа», «Магуста» или где-то еще. Какова разница в цене при прочих равных? Ну, понятно, что всегда есть несколькие такие там шероховатости, да, где-то плюс от моря, минус от моря, но все-таки вот какая-то разница? У нас все-таки, смотрите, да, ввиду того, то, что, ну, как бы, Северный Кипр вот такими масштабными проектами застраивается не так давно, и все-таки там больше земли, да, то есть у нас, по сути, ну, мало достаточно конкурентов, мало вообще проектов имеют такие территории, да, именно большие и такое количество блоков. Ну, то есть, грубо говоря, если мы возьмем одного очень известного застройщика, который строит в Мухмутларе очень-очень масштабный проект, у него, грубо говоря, там ценник на планировке 1 плюс 1 порядка 300 тысяч евро. Вот, то есть в том же самом «Эскеле» на Северном Кипре, да, ну, там 200, 260, 280, ну, около 300 тысяч евро, да. Если мы возьмем «Эскеле», грубо говоря, там проекты, которые плюс-минус такие же по территории, по количеству блоков, 120-130 тысяч фунтов стерлингов. Ну, то есть 140-150. Да, они разные. Я, конечно, как бы… Ну, я фунты перевел в евро. Да, потому что есть и за 90 тысяч фунтов стерлингов в «Эскеле», очень классные проекты на нулевом этапе, да, то есть тоже достаточно масштабные. Если мы будем брать «Газиверен», вот эти вот комплексы, о которых я рассказывала, там есть, у нас есть большой комплекс на первой береговой линии, прям вот он сразу находится, свой торговый центр, полностью инфраструктура, все-все-все будет, от 65 тысяч фунтов стерлингов начинается стоимость. Да, эта квартира будет не в первом блоке, безусловно. Она будет там, блоки идут вот так вот, как бы вот, от моря и назад. Да, эта квартира будет там в предпоследнем блоке, но какая разница? У вас все равно проект на первой береговой линии, и он всегда будет считаться первой береговой линией. Окей. Юль, ну и тогда, наверное, уже в завершении я еще раз удобно представляю свою собеседницу Юлию Абайдан, руководитель отдела продаж компании «Профит Реал Эстейт». Там контакты и всякие-всякие-всякие разные телефоны. Да, я бы тебе думал. Здесь все-таки тогда уточнить у вас, вот, и в продолжении, и в таком завершении. Вы сейчас только что рассказали и про Северный Кипр, и показали ценовую разницу довольно существенную. Что же все-таки тогда будет тем, ну, той фишкой, которая через там 3-4-5 месяцев, на ваш взгляд, вновь подхлестнет спрос на Турцию? Что это такое будет? Какие здесь аргументы? Что сейчас может происходить? Ну, как экономика страны вам сейчас видится? Как вы сейчас там вообще живете, и как это все будет связано с будущим рынком недвижимости? Ну, тут, конечно, на самом деле, то, что касается экономики, есть определенные моменты. Ну, я всегда, я очень оптимистичный человек, и я всегда с оптимизмом смотрю в будущее, собственно говоря. Поэтому, делая аудит, собственно говоря, да, то есть на рынок недвижимости и другие регионы, мы увидели очень интересную закономерность, да, то есть, что в среднем кризисные ситуации на рынке недвижимости в Турции, они были и раньше, да, это был 16-й год, был 10-й год до этого. И есть очень позитивная новость, то, что турецкий рынок недвижимости восстанавливается в среднем за 2-2,5 года. Это очень четко видно из графиков аналитики, которые были нам предоставлены. Мы, кстати, со своими клиентами с удовольствием этими данными тоже делимся без каких-либо проблем. Поэтому радует то, что уже практически год прошел, можно сказать, да, то есть и в любом случае, я думаю, то, что начиная с весны и лета следующего года постепенно-постепенно интерес к Турции, да, то есть он будет возвращаться. Потому что аналогов, по сути, ну нет аналогов, но очень сложно найти аналог Турции среди других стран, где и никаких проблем с оформлением собственности, да, то есть фрихол, то есть вы собственник, вы собственник объекта, вы собственник земли, вы получаете просто сразу на себя, собственно говоря, свидетельство права собственности. Опять-таки вид на жительство не отменили, он по-прежнему есть. Да, его просто поднимают, собственно говоря, как и в других странах. Почему нет? У нас хорошие объекты недвижимости, у нас Средиземное море, у нас замечательный климат, у нас замечательная инфраструктура, у нас есть все. То есть почему в Испании, например, это одна цена, и никто не говорит, да, что за вид на жительство в Испании нужно заплатить определенное количество денег. Ну, как бы, чем Турция хуже? Нет, я не считаю. Поэтому, по сути, да, то есть как бы настанет время, когда придет, да, то есть категория покупателей, которые, ну, забудут, что когда-то квартиры были по 50 тысяч евро, да, то есть и они будут уже ориентироваться на те цены и на те условия, которые сейчас есть. Потому что, как я и сказала, преимуществ огромное количество, и, по сути, ну, как бы, по моему мнению, таких сильных прямых конкурентов Турции в плане инвестирования в недвижимость по-прежнему нет. Это и близость перелета, и безвизовый режим, как я сказала, прекрасный климат, то же самое Средиземное море, шикарная инфраструктура, которая есть. Понятно. Ну, что ж, да, ну, еще пара вопросов сейчас пришли, Юль, буквально тогда. Почему РДМЛи закрытый район? Это... Там ошибочка, РДМЛи открытый район, да, в презентацию закралась. Ошибка уже в ночи вчера презентации, я же Рома, очень поздно презентации. По Анкаре, по Анкаре что-нибудь скажете? Я знаю, что вы не особо занимаетесь ей. Мы вообще Анкарой не занимаемся, да, то есть я сейчас, ну, как бы невозможно объять необъятное, я не работаю с партнерами, я работаю только напрямую, там, где есть офисы моей компании, и поэтому, честно, по Анкаре, то есть у меня никаких данных нет, и я даже, как бы, не собираюсь в ту сторону двигаться, потому что все-таки Анкара – это больше местный рынок, и у нас, как бы, огромное количество местных турков, которые могут замечательно на этом местном рынке работать, то есть мы сейчас больше сконцентрированы именно на своих регионах, дел, слава богу, хватает. Окей. Ну что ж, спасибо огромное. Еще разочек я представляю замечательную собеседницу Юлия Байдану, руководитель отдела продаж компании «Профит Реал Эстейт», контакты компании в чате есть. Материалы публикуем в самое ближайшее время, и там еще разочек подробно расскажем все-таки про долгосрочную и краткосрочную в ближайшее время. Да, я уточню. Моменты, как это правильно, потому что действительно там есть некие разночтения. Спасибо вам огромное, и до встречи на вебинарах при Ана, и в ближайшее время до конца года мы еще встретимся обязательно вместе все на канале Юлии в компании «Профит Реал Эстейт». Спасибо вам огромное, друзья. Вам спасибо большое, вам спасибо большое, всего доброго. Спасибо.